Приветствую всех танкисты и вы смотрите старую добрую рубрику приколы и баги. Начнем мы с момента, где ЛТ-432 ворвался на защиту своей базы. Классно он протаранил, конечно, ЛС-7-90, ну а потом начал крутить ИС-4. И, конечно, по возможности его дамажит, но, сами понимаете, ИС-4 все-таки танк хорошо бронированный. Тут еще и выскочил ЭБР-90, который втаранился в нашего героя и тем самым разбился. Еще и ПТ-Са вражеская приезжает. Ну, наш герой решает отступить временно, но по дороге забирает вражескую ПТ-шку. Через некоторое время, конечно же, союзники не стали опять защищать свою базу и приходится нашему ЛТ снова рисковать своей жизнью и тащить данную катку. Дамажит ИС-4, но тут не получалось закрутить противника. Тем не менее, ИС-4 как-то не пробил. И наш герой заходит ему в борт. Ну, в общем-то, дает плюхи по возможности, но урона немного не хватает. ИС-4 стреляет. Все-таки пробивает нашего героя, но получилось его забрать. И дальше еще 60 ТП, но тут, к счастью, помогли наконец-таки союзники. Ну, союзник один остался. К счастью, он довольно грамотный. И тут повезло нашему герою, что его не пробили еще к тому же. Ну, очень эпичный такой отрывок боя, где пришлось потеть за всю команду. Итак, друзья, тут у нас еще такой вот баг с автопереворотом. Очень часто он в последнее время происходит. Смысл в том, что если какой-то танк небольшого размера где-то застревает на борте рядом с каким-либо препятствием, горочкой или камнем, в основном камнем это тот, в таком случае можно с помощью автопереворота взять и туда вот проводиться в текстуру. Дальше у нас момент с итальянской ПТСА. В общем-то, все идет довольно-таки бодренько тут. Игрок умудряется перевернуть противника Беджера на борт и дальше его начинает дамажить. Но потом происходит некоторый баг. Ну, это тоже связано с автопереворотом. И, друзья, не забывайте писать комментарии, так как вы можете совершенно бесплатно выиграть тысячу золота. Не забывайте досматривать видео до конца, это очень важно. Чем чаще вы пишите комментарии, ставите лайки, тем, соответственно, чаще выходит видео и больше всяких розыгрышей я могу устраивать для вас. Так что не подведите, пожалуйста. Вот такой вот баг. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы, соответственно, показать вам сайт Водхаб, как я играю на нем. Соответственно, тут у нас новый премтанк. Аутпроту. Амх-30. Попробуем его выбить. Так, день према. Золото. Это, конечно, все замечательно. 14 дней према. Ну, где же премтанк мой? Так, три дня према. Опять три дня према. Ну, пока только премаум аккаунт падает в большом количестве. Давайте еще пару раз. Так, есть. Прямтанк я выиграю. Также, друзья, вот для вас промо-код. Если хотите, можете его активировать. Это даст вам бесплатно чуть-чуть золота на сайте. Ну, можно поиграть чуть-чуть. Ну, и так, также тут много бонусов. Например, в разделе бонусы вы можете совершенно бесплатно выиграть. Много всяких плюшек. Так, игрок на ПТ-САУ Т-30 тут подумал, что он рикошетом смог уничтожить противника, о чем он написал в реплей. Но, на самом деле, если камеру вместо события переместить, то можно увидеть, что тут не было никакого рикошета. Просто вражеский Т-30 не светился и снаряд угодил в него. А дальше ИСУ-152К. Занял тут позицию, обороняет, соответственно, этот фланг. И тут выезжает тяж БЗ-58. Получается, с одной плюхи взорвать ему боевую кладку. Ну, если бы один такой момент был бы, я бы даже не обратил внимания. Но игроку очень сильно повезло тем, что он смог еще и вторым выстрелом сотворить, в общем-то, похожую ситуацию. То есть, все это подряд происходит. Я ничего не перематывал. То есть, вот вы можете видеть, в том же бою ИС-М выезжает. И тоже получается взорвать ему боевую кладку. То есть, два взрыва боевую кладки. Вот что делает ИСУ-хо, если ВБР на ее стороне. А вот игроки в тренировочной комнате решили посмотреть, может ли быть такая вот ситуация, что ЛТ захватит базу, находясь в камне. И действительно, такое происходит. Тут есть на новой карте Устричный залив. Такой огромный камень, куда может поместиться ЛТ. И с помощью автопереворота игроки действительно туда попадают. Ну а дальше ТВП Т-50-51. Красиво в полете попал в ВБР-105. И тут еще и добавляет арта ЛТ-шки, вражески. В общем, горе-светыляк. И снова момент с автопереворотом. Очень много, на самом деле, багов, связанных с автопереворотом. Ну, в принципе, я не ждал другого какого-то результата. Потому что очевидно, почему Баргейминг так долго автопереворот не вводил. На самом деле, до сих пор не ввел. Потому что автопереворот есть только, насколько я знаю, на ру-сервере. То есть, чудесты. Да, это в некоторых ситуациях действительно помогает. Когда некому помочь, и ты на ровной поверхности находишься. Ну, тебя перевернут обратно на две гуслы, и ты пройдешь, ну, дальше пойдешь в бой. А вот, что происходит, когда ЛТ-шика в конце боя тоже с помощью автопереворота залетела в здание. Да, такое тоже возможно. Ну, конечно, толпа пытается достать ее. А дальше у нас такой вот момент, где Бураск не бросил своего перевернувшегося союзника. А решил его дотащить до укрытия. Дальше еще и к тому же помог ему вернуться на две гуслы. Судите сами, правильно ли он поступил. Все-таки прочности потерял очень много. А далее Т-92 ЛТ-шечка всего лишь-то. Но может взорвать тоже по его кладке. Пускай не фуловым танком, но вот сначала одному взорвает БК. А потом и второму противнику Шкоде Т-56. То есть, действительно, везение у игроков встречается. А бывает и такое, что арта с одного выстрела сразу трех противников уничтожает. За что дают медальку Бомбардир? Ну, дают эту медальку также за уничтожение сразу двух противников. Только это на арте можно сейчас, кстати, получить. Раньше и КВ-2 там всякие тоже такое могли сделать. Ну, там всякие фугасные танки. Сейчас это отменили. И только арта может такие шоты делать сразу по три противника. В следующем моменте тут столкнулись два танка. Бураск и ЛТ-шка. ЛС-90. Соответственно, все закончилось благополучно. К счастью, никто не пострадал. Но часто такие вот ДТП могут закончиться крайне печально. Потому что после такого переворота бывает, что и противники начинают по тебе стрелять. И, соответственно, вообще можно там, короче, чтобы тебя уничтожили. Короче, не очень хорошая ситуация. Далее игрок додумался просто прыгнуть сверху на противника. Но так как это один из последних врагов, считаю, что это нормально. То есть, когда уже исход боя предрешен, ну, можно таким образом забрать противника. Ничего плохого в этом не вижу. Типичный рикошет от танка Астрон Рекс. Игрок выстрелил в борт неприятелю и произошел рикошет. Снаряд отлетел в СЗ-111. Можно посмотреть с других ракурсов, как это все-таки происходит. На самом деле редкая ситуация. Не так часто можно увидеть, чтобы происходили рикошеты. Честно говоря, я даже раньше думал, что их убрали. Но нет. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели. Кстати, если у вас есть какие-то интересные ситуации, там, реплей из текущего патча игры, то можете прислать их. Если реплей подойдет, то также вы выиграете золото. Так что спасибо всем за просмотр. И желаю всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok